итак ребят всем привет сегодня у меня необычный выход приехали мы в гости к своей тетке на шашлычок в общем рядом находится соседний участок между ними теткой и соседним были магниты и находки видеосюжет наверное помните где я ходил в кустах мака красивый видеосюжет получилось находки были и сейчас забор совсем упал дом соседней забросили и я сейчас отправлюсь именно туда что у нас получится вы конечно увидите сегодня я со своим компаньоном это king king иди ко мне вот он мой красавчик поздоровайся кинг иди ко мне вот поздоровайтесь мой пёс king в общем мы сегодня походим походим с ним до походим покопаем ёпты покопаем он очень любит железки грызть так что железяки если будет он обязательно грызть будет дорогу мы перенесли очень тяжело как обычно не может он до сих пор привыкнуть к транспорту к моему в общем ладно не буду долго разглагольствовать сразу пойду на соседний участок и с первым же хорошим цветным сигналом я конечно же включусь так что смотрим будет интересно с праздниками у вас мир труд май так ребят хожу по лужайке вот на этом эпицентре лужайке здесь раньше был маг он остались небольшие очаги мака здесь были монеты здесь вот пытался там пошурфить ничего не получилось находок не было вот знаете но здесь вот я остановился на сигнале и вот смотрите то дом вот такой вот крест блинский жалко с утратами этот крест называется похоже на пропеллер напишите мне в комментарии что за крест такой я просто такой крест вижу впервые сломан к сожалению давным-давно чуть позже я сполоснул его и вам покажу закин да красавчик любит таскать камни железяки до этого мы откопали где кольцо а ты куда его до а вот вот такие вот вещи мы здесь находим ведь она уже чистая и king обожает их таскать какие-то вещи вообще блин без зубов останешься балбет сейчас здесь походим здесь сигнальчик лабуда какая-то и он там ладно при первый интерес находки включусь да красавчик жарко жарко идем дальше итак ребята практически верховой был сигнальчик вот он и это у нас пробка смотрите какой сохранчик хай хороший четверочка я такие пробки с собой забираю потому что среди коллекционеров есть любители вот таких пробок да помой и помой 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 все помыл нет только надо мыть блин помыл наоборот грязь развел вот такая пробка хорошая зачетная заберем итак ребят рядом с кулькой коровей здесь раньше было прямо кусты такие не тетка суда корову загоняет и в принципе теперь здесь копаем а травка и у меня шикарная я считаю шикарная находка эта монета монета 2 копейки зеленая правда зеленая походу это такая вот удобряли но приятно душечка классно царская дурочка зачет зачет я прям рад и доволен такой находки в этих местах а ты кинга доволен довольны ладно кстати как раз та самая коробка которая здесь всю травку жует деревня свежий воздух погода вообще благодать и вообще класс да вдруг вдруг ты мой сердечный продолжаем копать итак ребята подобрались мы вот по таким вот кустам и уже почти к самому заброшенному дому я в нем не ходил смелости храбрости нету потому что пару лет назад сюда приезжали и узнаете вот на монетка вот на монетка да это царская царская монета год к сожалению сказать не могу но сохранчик будет хороший в отличие от предыдущей монетки здесь сохран более-менее зачет зачет идем дальше бродим ходим ребят хожу по лужайке king играется как как щенок то принципе и щенок ему всего-навсего скоро да 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 нельзя скоро будет пять месяцев вот знаете вот такая монетка совет прекратить вот такая советская монетка копеечка сожалению сохран удручающим вот такая вот монетка кстати сейчас я вам покажу еще кое-что я находил вот такие предметы с надписями надпись интересная я вам решил ее показать взять может среди вас может ответить что это такое я не знаю тонкая затем вот такая лабуда тоже но это наверно садебина чем-то вроде советского эпохи потому что на ней окисел тоже какие-то проглядываются надписи вот и что еще интересно вот такой экземпляр сейчас я и я смочу протру и вот смотрите там что-то написано девятка вижу буковка ядь буковка ядь проглядывается смотрите что это ребят пишите мне в личку в комментарии наверное все таки девятка или шестерка не знаю надпись читаем и пишем что такое москва москва вижу интересно любопытно чего такая хреновина не пойми ладно идем дальше а наша диковина оказалась гильзой от шпилечного патрона патрон ли фаше по гравировке я понял что девятка это патрон калибра 9 миллиметров московской фирмы торбок был распространен в середине 19 века такой патрон использовался в шпилечном револьвере системы ли фаше образца 1858 года револьвер назывался по имени французского конструктора казимира ли фаше в россии револьвер испытывался в 1859 году и в 1860 принят на перевооружение нижних чинов жандармейского корпуса вот такая диковина оказалась у нас в руках с такой вот историей и так ребят ну что еще одна монетка вот она год 38 38 год игрушечка хорошего водороса хранчика вообще хорошее отобрал и же уют ладно продолжаем и так ребят в принципе отдохнули в деревне хорошо немножко покопали находки я вам сейчас обязательно покажу в целом ну приятные выходные приятные праздники в кругу из семьи шашлычок получился вообще нура вкусненький находки сейчас полоснул и вам покажу что у меня отыскалась между готовкой шашлыком так что ладно смотрим спасибо на по находкам ребят у нас получилось как тут так 2 царских монетки я их сполоснул и выглядит 1915 год я думаю почистится будет нормальный экземпляр так копеечка копеечка 1900 копеечка тоже по-моему 1915 если не ошибаюсь цифра 4 жигулевское пиво наше родное вот такой крест жалко с утратами такой у меня крест единственный и две копеечки советские копейка и ушка 38 года и вот это еще интересно прошу отписаться от чего это очень любопытно такая вещица я думаю среди вас есть специалисты и мне ответит что это такое я сначала думал гильза от пистолета но нет это что-то другое ну на этом на этом пожалуй и все и кинг мастер красавчик попрощайся кинг скажи всем пока подписывайтесь на канал пока 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 пока